Добрый вечер, Андрей. Вот у него имени нет, поэтому я его не представляю, могу только сказать то, что сам узнал. Давай дадим ему имя. А? Давай дадим ему имя. Да, мы дадим ему имя, конечно, и ты ему дашь имя. Ну-ка, посмотри мне в глаза, брат. Смотреть в глаза. Ну, однозначно, это Тимофей. Тимофей? Конечно. Хорошо, значит, Тимофею 4 месяца, и он обретет хозяина после этого эфира, как я надеюсь. Хорошо бы. У тебя котов нет? У меня собаки. Странно, потому что твоя квартира, в которой побывала вся богема на улице Гагарина, которая была проходным таким двором и ночным рестораном, вся была списана кошками. Вот такими же котами, как вот на книжке «Живые истории», про которую мы поговорим. Понимаешь, правда искусства и правда жизни – это у тебя большая разница. Так. Ну, откуда, почему кошки? Я не могу это объяснить. Наверное, через образ кошки легче передать какое-то состояние. Хотя, это не утверждение, мне так кажется. Ну, а вот возникла эта идея разрисовывать стену уголь? Это не из головы. Я, когда рисую, я голову отключаю вообще. Потому что еще рыбы были, я помню. Надо оставить руку, и рука сама решит, что ей делать. Значит, мы собачники. А какие у нас собаки? Сегодня две немки. Одна Джулия, одна Ева. Так. Джулия Робертс и Ева Браун. Джулия Робертс, я еще могу понять. Ева Браун, это откуда вообще? Нет, ну они без фамилии, это я жучу. А давайте нам Тимофея сюда, потому что, так, чтобы зритель все-таки его разглядел. Это хорошо, что он такой подвижный. Это хорошо, что ты подвижный, но посиди немножко по эфирсе. Знаешь, люди из-за эфира иногда готовы... Да деньги платят. Деньги платят, да. А здесь вот, когда там эфир так дается. Еще Удав. Вот у тебя жил Удав. Откуда он взял? Удав у меня прожил полтора года. Ну, начать с того, что я в детстве мечтал быть герпетологом. Если знаешь, кто это, это человек, который ловит змей. Так, я догадался, да. Да, и я даже ездил в юности в экспедиции. И у меня жили всегда змеи, жили лужи, жили гадюки, но все, что было доступно тогда. А где они? Это какой-то аквариум? В вторая мах маленьких, да. Потом гадюка убежала неделю. Гадюка-гадюка, которая могла реально укусить? Могла, да. И родители меня попросили вежливо ядовитых змей больше не заводить. И тут я своему товарищу Юрию Дурову пожаловался, что очень по змеям скучаю. Он мне подарил Удава, тигрового питона. Когда это было, какие-то годы были? Это было около двух лет назад. Был детеныш. Я знал, что он вырастет, но я не предполагал, что он будет расти с такой скоростью. Дело в том, что самцы растут не сильно, а самки вырастают до чудовищных размеров. А так это была девочка? Она оказалась девочкой, и когда она стала весить килограмм 70 вот такой толщины, я понял, что я уже просто не поднимаю ее, а в большом террариуме ей тесно. Я ее подарил в город Воронеж, где один замечательный парень в подарок городу, а рядом с концертным залом построил на свои деньги огромный океанариум и террариум. И мы там выступали, и я увидел, что там пустует здоровенная комната для змеи. Я ему позвонил, они тут же приехали, забрали, сейчас, говорят, она пишет мне письма, прекрасно себя чувствует, продолжает расти. Удав от Макаревича. А сколько они живут, кстати, удавы? Лет 25. А откуда была такая тяга в детстве к рептилиям? Это вот с чем было связано? Что-то какая-то книжка была прочитана? Какая-то книжка попалась, по-моему, она называлась «За ядовитыми змеями», записки как раз вот такого «Охотника за змеями». Но это не из прошлых жизней? Не думаю. А ты веришь вообще в реинкарнацию? Я верю в то, что в наших генах закодировано гораздо больше, чем мы предполагаем. Но это не имеет отношения к чему-то божественному? То есть это просто вот… Знаешь, в какой-то степени все, что нами не познано, так или иначе, пока имеет отношение к божественному. Хорошо. А талант – это божественный талант? Безусловно. Потому что он иррационален и необъясним. Угу. Твои таланты, они тебе даны в генах или ты их развивал? Талант художника, талант музыканта, талант поэта, талант повара. Нет, ну, конечно, если его не эксплуатировать, он зачахнется. Угу. То есть он развивается? Мне страшно повезло, потому что, в первую очередь, с родителями, и в генном смысле, и в том, что с детских лет мама настаивала на том, чтобы я учился музыке, хотя мне это не вызывало. Странно, будучи медиком, она, значит, не видела сына… Еврейский мальчик должен играть на скрипке. Вот. Значит, а отец просто рисовал, он работал дома. Да, но ты же пошел по папинам стопам, в архитекторы изначально. В 70-м году предположить, что когда-нибудь музыка, которой я хотела заниматься, станет в нашей стране профессиональной, было по меньшей мере смешно. Угу. Поэтому я пошел туда, где мне было ближе, из дозволенного тогда. Ага. А вот эта музыка, которой не дозволено было в советское время заниматься, рок-музыка, да? Ну, а до этого, да, скажем. Да, вот что в ней главное? Я объясню, откуда, собственно, этот вопрос. У меня была полемика с твоим товарищем, Александром Борисовичем Градским, и такая достаточно жесткая в этой студии. Что главное в этой музыке? То, что называется посланием, ну, месседжем, или профессионализм, мелодия, тексты? Ты понимаешь, месседж может быть выше крыши. Ну, если ты при этом не умеешь ни играть, ни петь, месседж твой не долетит. Ты тоже так считаешь. Конечно, он затеряется в эфире. Другое дело, что, когда эта музыка начиналась, а нам страшно повезло, потому что мы почти застали эту эпоху, да, все-таки, конец 60-х, Самый Рассвет, она стала такой всенародно любимой в мире, именно потому что она была дилетантской, она была народной. Масса людей начинали с нуля, как там Роллинг Стоунс, как Битлз, в общем, не умея особенно ничего делать, просто от бешеной любви к этому жанру. И у миллионов людей возникало ощущение, что они так тоже могут, потому что это же не консерватория, это вот. От этого эту музыку полюбило человечество. Сейчас все очень изменилось. Сейчас все очень профессионально. И не мне тебе об этом рассказывать. И на студиях, и на концертах, и... Ну, это судьба любого жанра, он рождается где-то... Нет, ну а как же, есть же люди, ну, вот рэп сейчас, это же люди, которые, да, могут не уметь петь, не знать нот... Зато они умеют читать. Они обладают таким чувством ритма, таким чувством полиритмии. Они такие сложнейшие закладывают ритмические конструкции, что это... Это только со стороны кажется. Сейчас выйду и прочту. Долго это будет существовать, про рэп? Когда перестанут? Мы не знаем, все кончается. Есть шанс у рок-музыки в нашей стране снова стать мейнстримом, снова стать основной музыкой? Почему в нашей стране, в мире? Ну, все-таки, мне кажется, вот социальный рок и вообще рок-музыка там в конце 80-х, она у нас играла гораздо больше, большую роль, нежели в глобальном масштабе. Или я ошибаюсь? Ну, вообще, это во многом наша выдумка, что рок обязательно должен быть социальным. Что, Ледзеппин были социальны? Ну, у них была там песня иммигрантов, там какая-то... Да и кратите, я умоляю. Они, может быть, были революционерами в том, что они потрясали основы музыкальной своей составляющей. Они были совсем не как все, как марсиане какие-то. А что касается текстов, да нет. Любовная лирика слегка сюрная. Элвис Пресли, может быть, был какой-то социальный боец рок-музыка? Ну, конечно, нет. Это все вот наша история. Но он так двигался, что это он сотрясал. Потому что наши ребята всегда очень плохо пели и играли. В силу вполне объективных причин, да. Но зато вот мы во всем видим борцов, понимаешь. Но дело в том, что ведь в твоих текстах в 70-х, ну, я вот и про марионетку, и говорю прочее, очень многие ведь видели то, чего там, возможно, и не было. Нет, возможно, там это и было. Потому что вообще я писал и пишу о том, что мне нравится, что мне не нравится. Знаешь, гораздо интереснее писать о том, что тебе не нравится. Может быть, это легче, кстати. Это само получается. Это не значит, ну-ка, я сейчас напишу про наше плохое правительство, да. Да упаси Господь. Просто рядом с тобой происходит какая-то история, которая тебя как нормального человека бесит. И это реакция на нее, вот и все. Ну, понятно, что в 70-е в том, что делал машина времени, не было никакой конъюнктуры. А сейчас? А сейчас нет. Ты вообще в благосферу заходишь, ты читаешь, что пишут, вот допустим? Практически нет. Нет? Я иногда отвечаю на вопросы фанов там на моем сайте. Ну, это, как ты понимаешь, довольно ориентированная история, хотя там идиотов тоже хватает. Мне кажется, что все, кто комментирует благосферие, это вот это слово, которое... Если помнишь, Анна Ахматова сказала, что у любого писателя читатели бывают разные, умные, глупые, но письма автору пишут только самые глупые читатели. Я этого не знал, но это абсолютно точно. Ты, помимо того, что пишешь музыку, пишешь стихи, рисуешь, ты ведь огромной аудитории еще известен как мастер приготовить вкусное. Вот не надо меня демонизировать как повара. Я в этом смысле от тебя ничем не отличаюсь. Да? Ну нет, я вообще не способен форосенка там приготовить. Я просто еще Родина не приказывала ни разу это сделать. Может быть, я об этом просто умею рассказывать хорошо. А руки у любого нормального мужика. Хорошо, но ты еще, допустим, известен как дайвер, то есть человек, который... Ты самый знаменитый ныряльщик Российской Федерации. Возможно, потому что на протяжении двух лет я... Тоже умеешь об этом рассказывать? Я регулярно про это делал фильмы, и их видел огромное количество людей. И у меня была хорошая команда, у меня были очень хорошие операторы. И у нас была возможность оказываться в самых интересных местах планеты. Поэтому я сейчас эти фильмы пересматриваю. В общем, не стыдно совсем. Хорошо, а просто так книжки писать и издавать интересно? Книжки писать интересно. И надо сказать, что их, в общем, я смотрю довольно много. Давай, Тимофей, иди. Нарисовалось, вот в этом сезоне вышло четыре. У тебя на столе три из них тут лежит. Вот то, что держишь в руках, это книжка, которую, по-моему, «Машина времени» давно заслуживала. У нас никогда такой книжки не было. У нас, в смысле, в России? У «Машины». А, у «Машины». У других групп были, а у «Машины» нет. Это такой вот альбом для любителей группы. Видишь, к 45-летию команды вышел. Здесь больше картинок. Я старался, чтобы это было... То есть здесь диск на минуточку. Есть диск. Да. С хитами не народными, а с хитами на наш скутиковом взгляд. Ой, вот это отличная идея. Вот это отличная идея. И какие-то фотки я старался подбирать не где мы с гитарами в героических позах, в рок-позах, в нас сегодня, значит, а что-то из вот так, за кадром такое. По-моему, смешная получилась легкая книжечка. А вот эта подборка хитов в трактовке Макаревича Кутикова на виниле выйдет? Мы пока не думали об этом. Все в нашей власти, в принципе. Но все-таки винил, да? Мы же понимаем, что звучит совершенно... У меня сейчас вышел на виниле последний альбом креольцев «Вино и слезы». Но он только на виниле? Нет, он был год назад на CD, а на виниле сейчас вот он для любителей появится. Вот эта обложка очень напоминает последний альбом «Битлз» «Летед Би». Четыре монохромных портрета. Видимо, количеством четыре, ты знаешь. Нет, вот то, что четыре крупных портрета... Дело в том, что четыре фотографии по-другому расположить довольно трудно. Если просто в ряд, то будет книжка... Ну, они черно-белые, опять же. Они могли бы быть цветными. А там-то цветные, кстати, если помнишь, на «Летед Би». На «Летед Би» цветные, да? А, он сам по себе черный. Он черный, да. Да, да, кстати, действительно. Я к чему? Вот вопрос насчет заимствований. Потому что после того, как уже упомянутый, Градский представил мастера и Маргарита, прочитал кучу нелепых отзывов, что там чуть ли не плагиат, потому что человек вольно обращается с классикой, он цитирует. Вообще, как отношение у профессиональных музыкантов к тому, когда люди, не являющиеся не критиками, не коллегами-музыкантами, вот бросаются такими обвинениями? Я, допустим, про «Солнечный остров» совершенно недавно читал, что там он якобы что-то от «Гранд Фанка». Нет, я понимаю, что Илья от «Лидзеппеля». Знаешь, на каждой чьих не наздравствуешься. Я к этому отношусь очень спокойно. Меня совершенно поразила в этом смысле книжка «Битлз Биографи», где они про каждую песню совершенно не стесняясь говорят. Мы услышали песню Чака Берри такую-то, и она нас так вштырила, что мы взяли его вот эту строчку и из нее сделали целую песню. Там каждая песня имеет свою референцию. Это нормально, да. Это нормально, они этого совершенно не стеснялись. Ну, хорошо, что ты можешь спокойно об этом говорить, не впадая ни в какое. Нет. Это вот такое спокойное отношение к такого рода выпадам, это уже потому что юбилей 60-летний? Или это всегда было так вот у тебя? Нет, я раньше переживал, бросался в спор. Я думаю, что меня интернетная среда закалила, понимаешь? Потому что такого количества хамства и дурости ты, в общем, нигде больше не встретишь. И я сначала психовал, а потом один мой товарищ сказал, да успокойся, ты что-то с ума сошел. А какой товарищ тебе? Саша Туркот. Ну, что ты с троллями бодаешься? Ну, а у них это жизнь их, понимаешь? А ты тоже другим сошел. Конечно, и ты их кормишь. Просто когда ты вступаешь с ними в коммуникацию, ты даешь им топливо. Так, про эту книжку. Она, это юбилейная история, то есть она выпущена к юбилею? Я так не люблю слово юбилей. Ну, а куда деться-то? Так совпало. Совпало, да? Так совпало, да. Хорошо. Стоит фамилия автора, Андрей Макаревич. Да, потому что комментарии писал я. А, ну это не в презумпции того, что фотографии делал тоже ты. Нет, фотографии тут самые разные. А чем физически твое время в основном заполнено? Я работаю на сегодняшний день с пятью разными музыкальными программами. Это «Машина времени», это оркестр оркерийского танго, это джазовая трансформация, это программа «Лав» с акапелло-экспресс. Пятого я сейчас даже уже не вспомню. Может быть, и четыре, кстати. Нормально. Да, но вот когда трое отдыхают, то с четвертой я как раз занят. Так, Макаревич, опять же. Да. Неволшебные сказки. Название мне нравится. Это книжка предмет моей гордости совершенно. Это тоже вот вышедшая... Она вышла только что. Не будем говорить слово юбилей. Нет, вот это совсем никакого отношения не имеет. Просто я неожиданно совершенно для себя написал несколько сказок. И мне очень хотелось... Не детских я перебью? Или детских? Андерсон – это детские сказки или нет? О, там такой трэш у Андерсона. Вот здесь тоже, в общем, сложно. Это для нормальных людей сказки. Мне очень хотелось, чтобы она была... Ее можно было еще и рассматривать, не просто читать. Мне все советовали самому нарисовать картинки. Логично было. Да, я сел и первый раз уперся лбом в стену. Я потратил силы и время и понял, что получается масляное масло. Нужен совершенно другой иллюстратор. Вот понимаешь, у меня сказка про сардинок, да? Ну, я и рисую сардинок. Это неинтересно. Я позвал Володю Цеслера, гениального минского художника. А у него другая голова. Он сразу консервный нож. Минского, извини. А? Какого художника? Цеслер Володя. Минского художника? Да, он из Минска. Когда я говорю сардинку, он сразу рисует консервный нож. У него вот так голова устроена. Поэтому вот я его считаю соавтором этой книги. И он гениальный изобретатель дизайнов просто. Ну, а как происходила работа? Он брал текст. Я им присылал сказки. Так, он тебе присылал какой-то набросок обратно. Он присылал свои уже какие-то предложения. А потом я приехал к нему в Минск. Мы сели у компьютера и за двое суток мы ее всю собрали. Ну, вот это ни разу не рисунок. Это просто фотография. А здесь в основном коллажи такие. Здесь рисунков-то и нет. Он работает таким образом. Он будет каким-то образом на юбилейных торжествах задействован? А что ты называешь юбилейные торжества? Какой-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь концерт. Если ты говоришь о машине времени. Нет, я говорю о юбилее Андрея Макаревича. Нет, ничего не будет. Нет, будет нормальная пьянка для друзей узкого круга. Туда он, конечно, приедет. Никаких концертов не будет? Нет. Странно. А что так? Вот у меня Юрий Антонов был. Он прям год готовится. Я не хочу, как Юрий Антонов. Я не хочу, как все. Понимаешь? Почему это принято? Да вот тут вот эти юбилейные концерты. От слова юбилейные концерты у меня лицо Брежнева встает перед глазами. Понимаешь? Странно, что лицо Миши Ефремова. За пояс Мишей Ефремовым, я считаю, отличная идея. Когда вот так вот собрать товарищей. Нет, ну тебе виднее. Будет юбилей Машины Времени. Я даже могу сказать, когда. Да, расскажи, давай. Это будет 30 мая. Так. И скорее всего, мы надеемся, это будет на поклонной горе. И я предполагаю, что мы напридумываем всяких штук, которые будут это событие отличать от обычного нашего концерта. Сразу такой вопрос, может быть, не самый такой приятный, насчет Маргулиса Жени. Он будет приглашен? В качестве гостя? В зал? В качестве, не знаю, в каком-нибудь качестве. На сцену? Да. Не думаю. Да, почему? Зачем? Мы с ним замечательно отыграли много лет. Расстались с друзьями. Он свою песню в машине времени спел. На его месте играет фантастический музыкант Игорь Хомич. Прекрасно себя чувствует. Ладно, хорошо. Я считаю, что ты ответил сразу на несколько вопросов. Живые истории с Тимофеем. Тимофей станет таким, когда его возьмут эти зрители, он разожрется и научится читать. Он станет вот таким. Значит, это в основном рассказики, которые я писал для разных журналов. Здесь твои рисунки, надеюсь. Здесь мои рисунки. Узнаваемые. Это такая есть серия цветных таких книжечек. Это уже пятая в этой серии книжка. Пишется, а потом они собираются, собираются, и вдруг получается книжка. Вот когда ты такого кота рисуешь, допустим, у тебя образ какого-то человека, или это просто движение? Я иногда с изумлением замечаю, что этот образ получается сам по себе. Но это не значит, что я это планирую. А что ты планируешь по жизни? У меня довольно много планов. Чем ты можешь поделиться? А я стараюсь не делиться именем. Почему? Потому что, как меня научил мудро Олежковский, ангелы слышат мысли, а бесы слышат слова. Знаешь, почему стучим по дереву, когда вот не сглазить? Заглушить наши слова, чтобы бес не услышал. Не знал. Бес не слышит мысли, поэтому мне надо тридеть. Вот ты расскажешь о хороших планах, он подслушает и все испортит. Кстати, Олежковский какое-то из этих трех к ним отношение имеет? Я сказки ему посвятил. Потому что они начались с того, что он приехал в Москву, мы сидели, выпивали, со стола упала вилка. И я стал импровизировать просто историю про вилку, которая мечтала весь день об этом вечере. И вдруг она упала, ее перестали... Он меня смотрит, говорит, это что такое? Я говорю, да это я вот гоню сходу. Он говорит, идиот, записывай, немедленно записывай. У тебя вот дар к этим делам. Я удивился, но послушал старого товарища и получились сказки. Вот Олежковский, он также как третий раз упомянутый градский, считается асом ненормативной лексики. Как ты относишься к тому, что сейчас вот эта лексика стала у молодежи очень-очень немодной? Это вот не айс. А в наше время это был вот... Я не слежу за тем, что модно. Обычно то, что становится общедозволенным, перестает быть модным. Точно. Вот я, собственно, этот ответ хотел, чтобы... Я хотел, чтобы это артикулировал Макаревич. Чтобы он не за журналистом прозвучал. Скажи, что тебя за последние, ну, скажем... Я понимаю, что это слово тебе не приятно слышать, юбилей. Но с последнего юбилея за последние 10 лет огорчило больше всего. И что больше всего обрадовало? Меня огорчает очень многое из того, что происходит у нас в стране. К сожалению... Да, я читаю твои письма, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я очень хорошо осознаю, что при том, что вода камень точит, мои телодвижения мало влияют на ход событий. Понимаешь, глупо расстраиваться по поводу чего-то неизбежного. Ах, мы все умрем, ну, давайте расстраиваться, понимаешь? Мы все равно умрем, да? Лучше по этому поводу веселиться. Вот вещи, которые можно изменить, исследовало бы, но при этом они не меняются, они меня огорчают. Я-то и я понял. Что радует? Радует, что мы до сих пор живы. Мы не так плохо выглядим. Радует то, что мы по-прежнему востребованы. Радует то, что мы по-прежнему получаем удовольствие от того, что мы делаем. И это, по-моему, самое главное, потому что оно передается на тех, кто за нами наблюдает. Что у нас много планов, что наши родные и близкие, тьфу-тьфу, живы и здоровы. Последний раз не буду употреблять то слово, которое тебе не нравится, и не буду с этим словом тебя поздравлять. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...